Понятно, сейчас коронавирус этот стал политикой. Все смотрят, за что укусить Лукашенко, Беларусь. Вот они весь выбились из строя. Так а не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе. И не только к этой. Что мы не переживали эти вирусы? Переживали. Но запомни, я тебя уже предупреждал. От этих вирусов у нас погибает меньше значительно людей, чем от сердечно-сосудистых, от онкологии, от сахарного диабета. С меня все там в мире пошучивают, особенно в России. Ну, как будто не о чем говорить больше. Все великие стали. Вот Лукашенко говорит, что от коронавируса никто в Беларуси не умер. Еще раз повторяю, от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Умирают от хронических болезней. А коронавирус, он же любой вирус бьет по слабому, у кого иммунитета нет. Вот что я имел в виду. Поэтому ни в коем случае не надо забывать о тех больных, которые сегодня нуждаются в помощи. И плановые осмотры не надо отменять. Поэтому сегодня надо заниматься всеми болезнями. Ну и уделять внимание болезням, которые связаны с дыхательными путями, с легкими. Я всегда исходил из жизненной практики. Когда надо, мы подключаем новые-новые силы. В свое время этим начали заниматься и занимались только медики и Министерство здравоохранения. Но когда рост пошел у нас пневмонии, тогда я к губернатору подключил. Каждое утро должен быть штаб у тебя. И там не только должны докладывать врачи, как у них обстановка. Я тебя предупредил. С врачей надо и спрашивать. Ты должен сберечь людей. И врачи должны сегодня отвечать за ту заботу, которой мы их окружили. Я тут не в упрок говорю, но окружили же. Все люди, как они берегут этих врачей. Врачи должны нам ответить своей работой, как они это и делают. А куда получается? Ну, дай бог. Но спрос должен быть совсем.